Школьники из Твери приняли участие в международном проекте «Непокоренные». Ребята вошли в число 120 активистов из стран СНГ, которые отправились в путешествие по югу России и Кавказа, а также приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных окончанию 80-летия битвы за Кавказ и 80-летию освобождения Сталинграда. С участниками проекта из областной столицы пообщалась наш корреспондент. Степан Петров из школы номер 7 Твери и Василиса Нестерова из Черногубовской – курсанты военно-патриотического клуба «Сириус». В этом году вместе с другими ребятами из России и стран СНГ они отправились в уникальное путешествие по югу России и Кавказу. А в каждой точке маршрута ребята разворачивали самую большую в мире копию Знамени Победы. Общая площадь занимала 2275 квадратных метров. 35 в ширину, 65 в длину. Наш путь составлял 13 городов. Побывали в Калмыкии, в Дагестане, в Чечне, в Северной Осетии, в Корчаево-Черкесской республике, в Кавратино-Балкарской. Программа проекта «Непокорённый» оказалась насыщенной. Ребята приняли участие в патриотических мероприятиях и образовательных сессиях, познакомились с культурой и историей народов России. Я считаю, что это больше, чем путешествие. Мы объединились с ребятами из разных городов и стран. Это первое международное правило, где я поучаствовала. Мне очень понравилось. И даже познакомилась с традициями не только республик, где мы были, я познакомилась ещё с традициями ребят, которые были. Ребята рассказали, что были рады принять участие в столь масштабном проекте. Для каждого эта поездка запомнилась по-своему. Запомнилась мне больше всего Чечня, а именно Российский университет спецназа. Мы там постреляли из оружия, полетали в аэротрубе. Это очень интересно изучать религии, историю городов. Просто разные события, которые были в истории. Без истории, если мы не будем знать историю, она будет повторяться. Мне очень понравились наши лекции, как не запутаться и не потеять момент в жизни. Как понять, что тебе надо, кем ты хочешь стать. Вернувшись домой, ребята и дальше собираются укреплять и налаживать мосты молодёжной дипломатии в России и странах СНГ. Реализовывать собственные проекты, разработанные во время путешествия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова